Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл. И да, вы все правильно прочитали в названии к видео. Этот маленький наборчик превзошел мои самые смелые ожидания. И по впечатлениям от сборки и от созерцания результата, скажем так, это реально один из лучших наборов, которые собирал в последнее время. Ну и сейчас я попробую рассказать, почему. Итак, встречаем набор 2023 года 76224. Бэтмобиль Бэтмен против Джокера. На обороте коробки мы видим еще один ракурс, а также функции модели. И в этом наборе будет больше 400 деталей, что, в общем-то, впечатляет. При том, что моделька плюс-минус масштаба Machine Speed Champions. В них, ну, поначалу было 200 с чем-то деталей, потом за 300 стало переходить. Ну, тут вот почти 430 деталей. Посмотрим, что внутри. Внутри много черных деталей. Бэтмобиль 2021 года был разделен, сборка разделена на три этапа. Здесь мы видим, четвертый этап появился. А коробка, по-моему, кстати, такого же размера. Здесь у нас есть инструкция. Думал, нет наклеек, но они там в уголке. Так, смог выцарапать из коробки лист с наклейками. Четыре наклейки будет в этом наборе, если у инструкции нет еще других. Ну, в целом, да. Приборные панели и какие-то, возможно, воздухозаборники или тип того. На первом шаге собирается Бэтмен. И он отличается от Бэтмена из предыдущего Бэтмобиля. Ну, плащ у него, видимо, такой же, либо очень похож. Тоже был в специальной картонной упаковке. Плащ тряпичный, мягкий. У него другая маска. У Бэтмена из набора 2021 года маска была с прорезями для глаз. И вот эти белые как бы глаза получались из-за того, что прорези попадали на вот эту полоску белую. А у нового же Бэтмена глаза просто нарисованы. То есть маска без прорезей сплошная. Есть только для рта прорезь. Вот так вот. Ну, а лица по-прежнему два у этого человечка. Ну, и мы видим, да, принты совершенно разные. Здесь он такой более серый. Тут в основном все черненькое. И на первом шаге мы видим большое количество, ну, не техник деталей, но техник совместимых деталей. Техник брики, несколько техник пинов, пару балок тонких. И вот такая вот деталь интересная с крестовыми отверстиями. По-моему, у меня таких еще не было. Но я посмотрел, пару лет назад она появилась в наборах систем, использовалась. Возможно, просто у меня этих наборчиков, да, нету в моей коллекции. И вот такая вот забавная деталька, которую, я думаю, что еще в 90-е применяли в наборах Lego Technic для угловой передачи. Интересно увидеть ее в таком небольшом наборе. Посмотрим, для чего она здесь использована. И, конечно, любое количество мелочевки. Вот эти вот детальки. Это у нас Metallic Silver немного блестит. После первого шага получается вот такая вот большая, но пока довольно хрупкая конструкция. Она вся гнется, естественно, потому что пока что всего один слой идет внизу. Сзади у нас такая конструкция из техник бриков, даже с укреплением, с укрепляющими балками. Заготовка для того, чтобы присоединять что-то еще. Непонятная конструкция вот тут. Здесь, видимо, будет место пилота, потому что здесь вот добавились уже пульты управления с наклейками. И тут, похоже, под переднюю ось тоже заготовка. И все это укреплено вот этими вот скобочками. Невероятно, но это продолжается сборка этого же набора. Тут мы видим две техник оси, техник коннекторы, три шестеренки. По количеству шестеренок этот набор уже может тягаться с некоторыми наборами техник. Ну и также шайбочки, пин и много других интересных деталей. Включая вот такой вот прозрачный кубик с пупырками сбоку. А, с пупырками с двух сторон. Я даже не знаю, видел ли я такой. Ну, может быть, набор каких-то креатор-эксперт видел. Вариаций этих кубиков уже бесчетное количество. Пропустил, здесь была еще одна ось, желтенькая длиной 5. И второй шаг начинается с шестеренки. На втором этапе второго шага берем техник оси, техник коннектор. Мне нравится этот набор. На втором этапе рама немного укрепляется вот этими пластинами, но еще не до конца. Видимо, монолитно все станет, когда добавятся задние арки. Плюс добавилась тут какая-то детализация. И добавилась угловая передача сзади. Вообще, после второго этапа она уже должна быть закрыта этой панелью. Но я хотел показать вам, потому что деталька эта старая, олдскульная. Может быть, не все вообще ее вы увидели. Ну, хотя вот она, да, в каких-то наборах используется. Позволяет сделать угловую передачу 12 на 12. И здесь есть еще одна шестеренка. Внезапно. И этот механизм активирует пулеметы, как в фильме. Ну, то есть в фильме они выдвигались вверх. Как бы неаутентично. Но в таком масштабе, по-моему, отличное решение. Посмотрим, как это будет работать на законченной модели. Ну, в общем, очень здорово, что смогли сюда уместить. Здесь специальные, да, вот такие вот полости для пулеметов. Они, видимо, будут видны. Ну, посмотрим на законченной модели сбоку. Ну, наверное, вот та штука, это тоже какая-то детализация, чтобы было не совсем пусто, когда они выдвинуты. Короче говоря, дизайнер тут подзаморочился. И пока что сборка очень интересная. Ну, а на третьем шаге нас ждет одно колесо и пять арок. Причем арки трех разных видов. Ну, и некоторое количество мелких деталей. Такое ощущение, что третий шаг не очень объемный. И перед финишным рывком кажется, что еще много всего не хватает. Но на самом деле добавлено тоже было уже большое количество элементов. Передняя часть. Вот, да, странненько пока что. Черное на черном, наверное, не видно. В общем, болтается эта штучка. Она на таком же бежевом пене. Возможно, нужно заменить его на синий пин с трением. Видимо, это было сделано для унификации. Ну, или чтобы можно было, не знаю, вращать вот так вот рукой. Ну, функция вращения сомнительная, потому что она ничего не делает. А болтается действительно так некрасиво. И задняя часть сделана очень интересно. Она еще не закончена, но, тем не менее, здесь вот покатая линия сделана аркой. Вот эти вот тоже сделаны из таких длинных скосиков. И вот здесь вот арочки стоят внутри. Прям очень похоже на оригинал. Вот эти вот плавники. Круто прям смотрятся. Очень заморочено. Здесь тоже заморочены всякие техники использованы. Фонари. Наверное, выхлоп. Ну и осталось закончить эту красоту. И на четвертом этапе нас ждет, наконец-то, вторая мини-фигурка. Джокер. Также большое количество арок. Четыре колеса. Колеса будут разного размера. Спереди 30 миллиметров. Большие довольно-таки. А сзади еще больше. 37 миллиметров. Вот такие вот колеса. От грузовика, по большому счету. А также несколько прозрачных деталей. И красивая вот такая вот деталька. Переливающаяся. Не переливающаяся. Изменяющая цвет пламя. И вот сборка завершена. К сожалению, модель полностью черная. Что логично для Бэтмобиля. Я включил весь свет. Доступный мне в данный момент. Надеюсь, что-то будет видно. Но многое, конечно, будет сливаться. Так что вам придется поверить не на слово, что эта модель сделана очень круто. И сборка очень интересная. Много необычных технических решений. Некоторые из них, конечно, не идеальны. Можно некоторые вещи улучшить очень просто. Например, вот эти вот пупырки. Просто заменяем на тайлы один на один. И модель становится сразу сильно лучше. Ничего не торчит на плавниках. Ну, просто в этом наборе нет тайликов один на один. Но большое количество вот этих вот пластин один на один. Поэтому они решили, видимо, для уменьшения, как сказать, номинарного количества видов деталей. Они вот поставили такие пластины. Но тайлики один на один. Черные – это не редкость. В большом количестве наборов встречаются. Остаются всегда лишние после сборки. Так что это не проблема заменить, например, вот эти элементы. Ну и вот эту штуку тоже трясущуюся спереди. Заменяем техник пин, на который она крепится на синий с трением. И она не будет болтаться. Будет смотреться намного лучше. Задние арки требуют комментариев. Кажется, что здесь вот такая дырка, да, некрасиво. А здесь дырки нету. И вот смотрите, как они заморочились, чтобы сделать здесь плавную форму. То есть вот они поставили вот эти детали. Это пластинки один на два с вот этим вот выступом, да, вправо. И они вот так вот стыкуются с верхней аркой. И вот с этими скосиками. Это смотрится очень круто. Ну да, здесь они не смогли это сделать. Но это не отменяет красоту вот этого решения. Мне очень нравится. И таких решений по ходу сборки этого набора на самом деле очень много. Спереди у нас здесь есть фары, желтые. По-моему, да, желтые были и в большом Бэтмобиле. Сзади есть сдвоенные фонари, выхлопные трубы, сопла. К сожалению, они не положили сюда. Ну, видимо, не сделали. Принтованные вот эти тайлики с логотипом Бэтмена в большом Бэтмобиле, эксклюзивном. Там были два на два, по-моему, тайлы, спринтованные с логотипом Бэтмена. Ну и вот здесь, соответственно, тоже смотрелись бы хорошо. Потому что, в принципе, они же делают принтованные вот эти вот маленькие тайлы. Но, видимо, в бюджет набора это не вошло. К сожалению, это был бы еще прям плюс к набору. Но, а в целом, плюсов тут предостаточно. Две мини-фигурки в наборе. Я ставлю фотографии. Кому интересно посмотреть покрупнее. Бэтмена мы уже посмотрели. У него такая вот маска цельная. И, кстати, получается, нету обычной прически, что ли. Да, вроде бы я не видел. Вроде не пропустил. То есть у него, да, нет варианта с человеческим лицом просто походить без маски. Либо маски, либо вот так вот с квадратной головой. Джокеру ничего не дали, никакого оружия. Только вот мини-фигурка с такой зеленой прической. Давайте попробуем посмотреть на функции модели. А функции здесь прилично. Кабина открывается, снимается вот эта верхняя часть. Там у нас добавился третий пульт управления. Руль странный. Руль это такое колесо. Наверное, очень плохо видно. Короче, колесико такое из маленьких машинок. Наверное, да, такое же, как было в микромоделях Speed Champions. Почему-то руль решили не ставить. Я не помню, что там у него было. Что-то похожее на штурвал в фильме. Ну, короче, колесо смотрится странно. Ну, и вот он туда ложится. Такой реально пилот гоночного автомобиля. И на этом мы его, да, закрываем. Все. Идеально закрывается, как надо. Функция номер два. Здесь есть у нас багажный отсек. Да, машина с багажником. Сюда можно положить оружие, которое дали Бэтмену. И вот эта фирменная штучка. Также наручники. Очевидно, для Джокера. И вот такая вот, не знаю, типа арбалет, не арбалет. Я, честно говоря, не помню в фильме такого оружия у Бэтмена. Но, возможно, было. Я давно смотрел этот фильм, когда делал обзор эксклюзивного набора. Ну, и все это сюда как-то с трудом. Ну, наверное, можно как-то уместить. Да, поместилось. Это была, грубо говоря, функция номер два. Открывающаяся кабина, открывающийся багажный отсек. Функция номер три. Пулеметы. Давайте так вот сначала сделаю, как это я собрал изначально. Функция такая же, как в фильме, такая же, как в большом наборе. Пластинки просто отстреливаются. Правда, в фильме они потом сами возвращались на место через несколько минут, секунд. Но тут придется руками самому прикрепить. Очень прикольная функция. Да, панельки без проблем отстреливаются. Они крепятся здесь на одной пупырке всего. И маленькая проблемка, казалось бы, пулеметы. Они вот смотрят немного вверх. Здесь вот упираются в этот тайлик. Но это не проблема на самом деле. Можно просто их чуть-чуть не до конца надевать на вот эти техник-коннекторы. И можно даже выровнять вот так вот по минимуму. То есть вот они чуть-чуть надеты не до конца. И вот они уже ровно смотрятся эстетически гораздо лучше. При этом они, если вот мы их убираем, они ничего не цепляют, никуда не торчат. Если до конца, прям до предела не доворачиваешься в ремку. Но в этом нет необходимости, потому что пластинки здесь намного выше. Давайте проверим, что механизм работает с такими вот не до конца вставленными пулеметами. Да, без проблем, все работает. Можно, наверное, даже сейчас так поагрессивнее. О, так это вообще катапульта для этих пластинок. Вот такая вот функция. Ну, а теперь настало время вспомнить, что в задней части у нас была угловая передача. Зачем же она, спросите вы? Ну, кстати, вот еще одна функция. Модель шикарно катается. Одно удовольствие. И сзади у нас здесь есть коннектор оранжевый. Он вращается, он связан с задними колесами. Сюда мы можем вставить пламя. И у нас получается еще одна функция. Эффект работающего реактивного двигателя. Я вот только сейчас подумал. Пламя же красное должно быть где более холодное. То есть, наверное, должно быть наоборот. Сначала желтое, а потом красное. Так, нужны эксперты. Напишите в комментариях, кто помнит физику. Ну, по-моему, здесь что-то не так. Тем не менее, отличная функция, отличное дополнение. Только вот снимать пламя, это неудобно. Я сначала просто вытащил и вытащил вместе. Давайте я покажу. Да, вот снимается вот так вот. Шестеренка там, я надеюсь, никуда не убежит. Нет, вроде, да, вставляется нормально. Там, видимо, для нее сделан такой пазик в этом угловом коннекторе. Так что без проблем, да, можно вставить, можно вынуть. Очень даже игровой момент. Ну, вот тогда, когда вынимаешь, это немного, ну, как бы, ухудшает игровую составляющую. Но несложно, да, вынуть, вставить обратно. Ну, и для полноты обзора надо, наверное, показать еще эту мрачную модель рядом, например, с оранжевым McLaren. Ну, и показать, естественно, в контексте сравнения масштаба. Ну, и реальная тачка эта была здоровая. И вот мы видим, что она намного больше McLaren, но, тем не менее, передняя часть такой же ширины. А задняя часть, кстати, шириной не 8 пупырок, а 10 пупырок. То есть здесь она шире, массивнее. Ну, это сразу видно. Но рядом они тоже выглядят неплохо. Но эту модель, конечно, сильно больше вы видели. По длине тут, ну, раза, не знаю, в полтора. Да, реально раза в полтора она длиннее. И, наверное, еще к минусу этой модели можно отнести то, что она одноместная. Здесь у нас только один пилот. Насколько я помню, оригинал был двухместный. Ну, честно говоря, в контексте вот этих вот пропорций, как мы знаем, неправильных у мини-фигурок, я не знаю, какой должна быть ширины эта тачка, чтобы здесь уместились две мини-фигурки. И она была в каком-то еще, ну, приемлемом масштабе. Не знаю, какой она должна быть в масштабе машинок Speed Champions. Может быть, они в одном масштабе, но из-за каких-то особенностей компоновки не удалось сделать чуть шире кабину, вместить две мини-фигурки. В общем, тут, конечно, все очень заморочно собрано. И понятно, что в такой вот конфигурации, наверное, просто нереально сюда вместить две мини-фигурки. Вы видите, как плотно сидит там одна, а две, ну, я не представляю, как сюда можно поместить. Но зато внешка сделана на высшем уровне. Ну, и совсем уже в завершении обзора хочу показать рядом два этих Batmobile 21 и 23 года. Моделька 23 года длиннее. Ну, вполне возможно, это же справедливый прооригинальный автомобиль. Эта модель немного повыше. Ну, и вместе они выглядят реально круто. Можно начинать собирать отдельную коллекцию Batmobile вообще в похожем масштабе. Я посмотрел, были и другие наборы. Я просто и не интересовался. Но вот эти модели меня очень порадовали. Ну что, дизайнеру модели респект. Это как Speed Champions, только еще и с функциями. Это реально новый уровень. Да, здесь такая же крутая сборка, как в Speed Champions. Очень большое количество интересных технических решений. Но при этом здесь еще есть пулеметы. Здесь еще есть вращающееся пламя. Само собой, кабина, багажник. Только что кабина не сдвигается, как у оригинального автомобиля. Ох, дизайнер не смог сделать. Ну, в общем, да, без иронии. Этот набор очень крутой. Однозначно рекомендую. Ну и на этом я буду заканчивать. Огромное спасибо зрителям, которые поддерживают мой канал материально. В описании под видео будет ссылка на мою страничку на Boosty. Кому интересны мои ролики и кто хочет видеть больше обзоров на интересные наборы, можно перейти по ссылке и тоже поддержать канал. Там сейчас как раз начался сбор средств на новые интересные и довольно дорогие новинки. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok